Занятие в Академии ведёт врач-косметолог Анастасия Владимировна Быкова. Тема сегодняшнего занятия – угревая болезнь, лечение и профилактика. Подвержены данному заболеванию разные возрастные группы, как подростки, так и люди в среднем возрасте и после 50 лет. Связано это может быть с изменениями гормонального фона, с активностью подкожного клеща, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, то есть болезнь Акне является мультифакторным заболеванием. Формы Акне существуют разные. Это и комедоны, или по-другому называемых чёрные точки, также популёзная, пустулёзная форма, узловая форма. И на все эти воспаления, на все элементы мы можем воздействовать программой ДИП Акне. С течением времени принципиально изменились методы лечения Акне. Если раньше использовали в основном механические чистки и достаточно интенсивную лекарственную терапию, то в настоящее время мы приходим к аппаратным методикам, которые дают ускорение лечения, периода лечения в 3-4 раза. Программа ДИП Акне – это уникальная методика, которая включает в себя несколько методов лечения Акне за один сеанс. Очищение кожи, назначение лекарственных препаратов, поддерживающих терапию на дом, и лечение лазерное, лечение углевой болезни. Лазерная методика лечения Акне выполняется на лазерах нового поколения. В ней используется неодимовый лазер, который воздействует на все 4 звена патогенеза возникновения Акне, а именно это на пропионобактерию Акне, на воспаление, на гиперпродукцию кожного сала. И четвертая причина – это гиперкератоз. Эффект наступает уже после первой процедуры. Визуально мы можем отмечать уменьшение площади, уменьшение количества покраснений и воспалений, а также стимулирует выработку коллагена. То есть мы получаем здоровую кожу, на которой не будут появляться новые воспаления. Но существует такая проблема, как рубцы постакны, а также пятна постакны – красные, синие, застойные пятна. Идеально работает процедура фракционного фототермолиза. Эта процедура иначе называется лазерная шлифовка. По сути, мы уменьшаем количество элементов рубцовых, перфорируя их лазером. Это очень короткий реабилитационный период, буквально 3-5 дней, и человек может полностью быть активным. Нужно помнить о том, что каждый воспалительный элемент может перейти в рубец, особенно если мы говорим про конглобатную форму Акне. Поэтому, конечно, лечение очень важно. Но, коль уж образовались рубцы, то процедура фракционного фототермолиза или выравнивания будет в этом плане активна. Вот такую проблему, как розакция, вы все же видели, да, красные лица, синие носы, это тоже воспаление, но оно немного другого рода. И вот лазер воздействует еще на выработку коллагена таким образом, что нос уменьшается, что вот это прорифилированные или толстые щеки, пронизанные сосудами, пронизанными воспалениями, становится меньше. То есть и краснота проходит с помощью лазерных процедур, безусловно, воспаление, и толщина соединительной ткани становится меньше. Уникальность в том, что, во-первых, это безболезненно, во-вторых, это очень короткий период реабилитации, а в-третьих, решает разные проблемы. Это и поры расширенные, да, и повышенная сальность, потому что не такая явная гиперпродукция сала становится после использования лазера. А также поверхностный рубец мы можем выставить меньше параметра, не так травмировать кожу, более глубокие, деформирующие, которые оставались после конглобатных акне, которые с первого раза никогда не подвергаются при использовании других методик какому-то излечению, то здесь мы можем гарантировать 50% успеха точно, выставив такие параметры. Что касается противовоспалительных средств, которые рекламируют активно, то мы можем говорить о воздействии на один, максимум два, звена патогенеза, воспаление, возникновение акне, тогда как лазерное воздействие, лазерное лечение воздействует на все четыре, собственно говоря, это и профилактика, это и лечение, и уменьшение сроков лечения. То есть если мы раньше годами лечили акне, то сейчас, возможно, две-три недели, максимум месяц, и мы вылечили акне. Если у вас остались вопросы по лечению и профилактике акне, вы можете оставить их на сайте клиники или на страницах в соцсетях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok